Заседание Совета депутатов Одинцовского округа по традиции началось с выступления главы муниципалитета Андрея Иванова о самых значимых событиях последнего времени. В частности, в своем докладе он затронул темы уборки и благоустройства территорий, подтоплений в жилом комплексе Ракитня, строительства и функционирования существующих и строящихся социальных объектов, а также призывы на службу по контракту и весенней призывной кампании, которая стартовала 1 апреля. От людей сейчас самый частый вопрос, могут ли солдат-срочников отправить в зону проведения специальной военной операции. Поэтому хочу еще раз выйти на этот вопрос и ответить четко – нет. Срочники в специальной военной операции участия не принимают. Повестка очередного заседания включала в себя вопросы исполнения муниципального бюджета за 2022 год. Порядка расчетов и взымания платы за пользование жилым помещением газифицированных МКД в зависимости от их благоустройства и оснащенности специализированным оборудованием автоматического контроля за газованностью. Ожидается, что тариф будет повышен для жителей, которые откажутся от проверки газового оборудования специалистами, на основании чего контролирующие органы составят акт, что станет основанием повышения коэффициента до четырех. Мы-то боремся с тем, что нас люди в квартиру не пускают, чтобы мы бесплатно постраивали датчик и взяли под контроль газовое оборудование. Но так как зачастую там куча переустроек незаконных и всяких врезок и перерезок и оборудования соответствуют стандартам качества и безопасности, нас туда не пускают. Поэтому здесь никакого пряника, здесь только кнут. Данная мера позволит взять под контроль несогласованные перепланировки газового оборудования в МКД и обеспечить безопасность граждан. Также в ходе заседания рассмотрели вопрос внесения изменений в положение о старостах сельских поселений. В повестку дня Одинцовские депутаты поддержали большинством голосов. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...